МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях понедельника и прошедших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня Чебоксары встретили огонь всемирной универсиады. В этой поистине масштабной эстафете Чувашская столица, 22-й по счету город. Факелоносцы вышли на финишную прямую. Позади кругосветные путешествия и авиаперелеты. Впереди только поволжские города. Главный символ студенческих игр прибыл в Республику ранним утром специальным поездом. На Чебоксарских улицах ему рукоплескали сотни горожан, в том числе и Дмитрий Ковалев. Этот состав не отмечен на табло, но его расписание все равно известно миллионам. Вот на та самая капсула, к встрече которой Чувашия готовилась так долго. По железной дороге она начала путешествовать весной. Хранители огня уже на перроне встречают песнями и танцами под живую гармонь. Хорошо, что тепло, хорошо, что солнце светит. Для нас очень многое значит погода, когда солнышко факела светится, так скажем. Надеемся, что сегодня будет незабываемая яркая эстафета. Тем более авангардная группа нам передала, что у вас очень красивый маршрут. Стартовав в Сарбоне в прошлом году, огонь универсиады преодолел тысячи километров по воде, суши и воздуху. Теперь по городам России факел перевозят в таком фирменном вагоне. В Чебоксаре он приехал из Мариэл. Эстафеты, подобные этой, организаторы универсиады не проводили никогда. Российский этап стартовал в январе, первыми этот огонь принимали жители Владивостока. Факел проносят только по крупнейшим студенческим центрам. На его пути более 30 городов. Многие наши спортсмены неоднократно становились победителями и призеры универсиад и вносили всегда достойный вклад в победу сборных команд России. И все это, конечно же, стало основополагающим фактором того, что именно у нас сегодня этот символ универсиады. Старт огненной эстафеты дают власти двух республик. Долгожданный момент. Капсула соприкасается с остальным тюльпаном. Такому факелу не страшны ни дождь, ни ветер. Но участникам пробега на всем пути светило солнце. На этой дистанции самые лучшие. Студентов, которые принесут по городу огненный факел, выбирали из тысячи. Кто-то добился успехов в учебе, кто-то в спорте. Но всех их сплотило одно – вера в победу. Чемпионат России был вот здесь недавно. Там недавно мастером спорта стала по спортивной ходьбе. 40 избранных финишировали на Красной площади. И уже здесь оживили огромную огненную чашу. Послы универсиады передают в дар властям республики символические тюльпаны. Капсула отправляется дальше, в Ульяновск. В Казани она появится уже в день открытия Всемирных игр. И нам повезло не только побывать на сегодняшних праздничных мероприятиях, а вообще поучаствовать на этих спортивных состязаниях. Поболеть за наших спортсменов. Спортсменов уроженцев Чувашской республики. Поболеть за сборную команду Российской Федерации. Мы, как граждане Российской Федерации, жители Российской Федерации, любим свою Россию. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. Очереди в детские сады в отдельных районах республики все еще сохраняются. Проблемные вопросы Михаил Игнатьев обсудил с главами администрации и сельских поселений в режиме видеосвязи. Тратить деньги на создание новых мест в детсадах нужно гораздо эффективнее, заявили на видеоконференции. Наряду с затяжным строительством немало проблем согласования проектно-сметных документов. Особое внимание стоит уделять не только формированию строительных работ, но и выбору стройматериалов. Бывая на объектах, мы замечаем, что используются материалы вчерашнего дня. Оттуда и удорожание, оттуда и конфликты, оттуда и недоразумения по поводу строительства, несоответствия проекта в сегодняшнем времени. Сегодня во всех муниципалитетах Чувашии, кроме Комсомольского и Бресинского районов, дети старше пяти лет посещают дошкольные учреждения. Но проблемы есть и в других муниципалитетах. Если подводить итоги прошлого года в целом, то нужно сказать, в полном объеме мы задачи не справились. С учетом того, что затянули строительство двух объектов. Это Чебоксарский район Кугесси, город Чебоксары на улице Полгладково. И в то же самое время есть вопросы не решены пока нашу. В прошлом году мы не сняли задачи по городу Шумерля. Поэтому я прошу глав администрации, с учетом новых графиков, которые мы с вами согласовали, обратить самое первостепенное внимание на ввод объектов, указанной уже дополнительной стройки. В этом году должны сдать под ключ 9 новых дошкольных учреждений. Кроме того, новые места должны появиться после организации дополнительных мест для малышей в уже существующих детских садах. В этом году мы получаем дополнительное финансирование на реконструкцию, на открытие дополнительных мест в детских садах. Мы с главами администрации тоже проговаривали. Со стороны Минфина тоже полное поддержку, взаимопонимание есть. Я еще раз подчеркиваю, никаких проблем по финансированию сегодня у нас нет. У нас основная проблема по использованию выделенных ресурсов. В свою очередь глава отдельных районов считает невозможным организовать дополнительные места. Впрочем, власти такой ответ не принимают. Детсады республики дети не посещают в стопроцентном объеме. А значит, найти дополнительные места в каждой группе или создать отдельные группы возможности есть почти в каждом детском садике. Районы и поселения республики проинформированы. Остается дело за исполнением взятых обязательств. Также на видеоконференции говорили об итогах весеннеполевых сельскохозяйственных работ. Министр сельского хозяйства республики предупредил глав районов, чтобы они не ждали жарких дней и заранее готовили технику к поливам. Денифата Герова, Александр Петров, Республика. 96 государственных услуг в Чувашии предоставляется с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. В этом году на внедрение госуслуг было направлено 20 миллионов рублей. О работе органов исполнительной власти и местного самоуправления Чувашии в системе межведомственного электронного взаимодействия на еженедельном совещании у главы республики рассказала министр информационной политики Валентина Андреева. Статистика запросов свидетельствует о том, что не все органы власти используют систему электронного взаимодействия в полной мере. По данным ЗАМА, чаще всего к межведу обращались чиновники службы по тарифам. В апреле лидерство было замен здраво-соцразвития. Сейчас по количеству запросов среди муниципалитетов лидирует Чебоксарский район. В Приволжском федеральном округе республика третья по внедрению электронного взаимодействия. Основная часть запросов, направленных, например, органами власти в Росреестр, она до сих пор, к сожалению, поступает в бумажном виде. Лишь 484 запроса в Росреестр поступило по СМЭФ. Это по данным самого Росреестра. При этом сами федеральные органы власти приоритет при обработке запросов отдают именно электронным запросам, которые поступили по электронному межведу. С сельскими поселениями, которые, к сожалению, до сегодняшнего дня к СМЭФ не подключены, к нам поступило 12 тысяч запросов на бумаге. Это психологический барьер. Кто-то еще спрашивает, вот, пожалуйста, электронные носители, это хорошо, но представьте нам на бумаге с подписями, это практически же должно оцениваться равнозначно. Главу муниципалитетов рассказали, почему они не так активно пользуются республиканской системой электронного взаимодействия. На заполнение запроса, допустим, по порталу Росреестра уходит до двух минут, а для заполнения информации в системе СМЭФ уходит 6-7 минут. То есть нужно работать над навигацией. Глава Чувашии призвал преодолеть психологический барьер и активнее пользоваться системой, тем более, что в Чувашии создана развитая информационная инфраструктура и серьезных проблем с передачей информации по системе межведомственного взаимодействия не должно быть. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Республика. Хлебом и молоком встретили депутатов Чувашии на новом молочном заводе. Большие возможности, дополнительные рабочие места, новый вид и повышенное качество молока приятно порадовали служителей народа. Они первыми смогли оценить его вкусовые свойства. Не отставала от них и наша съемочная группа. Экскурсия высокопоставленных гостей по новому Ядринскому молочному заводу началась, пожалуй, с самого главного – с дегустации. Молоко очень вкусное. Из-за того, что называется «Это наша корова» Ядринский молочный завод на территории Чувашской республики, мне кажется, все будут стремиться и будут ждать продукцию на наших прилавках. Натуральный молочный продукт в новой оболочке и под новым брендом появится на прилавках республики благодаря новейшим технологиям, которые позволяют повысить качество продукции, утверждают специалисты. Система выпуска данной продукции предусматривает практически отсутствие соприкосновения человека с продуктом, отсутствие соприкосновения продуктом с окружающей людьми, так как молоко является благоприятной питательной средой для развития микроорганизмов. Ядринский молочный завод выпускает 43 наименования продукции. Ассортимент постоянно расширяется. Например, сливочное масло «Доволя» совсем недавно появилось на прилавках Чувашии. А молоко в бутылках – абсолютно новый продукт открывающегося завода. Такой вид упаковки приятнее в использовании и позволяет продлить срок его годности. Еще один важный плюс ядринского молока – в нем нет сухих добавок. Наш завод предназначен для производства молока на 200 тонн в сутки, но у него возможности еще больше. Мы надеемся, что в ближайшее время, как мы запустим завод, завод будет расширяться и производственные мощности, естественно, увеличатся. Появление нового завода – большой плюс для Чувашии, отметили депутаты. Кроме создания дополнительных рабочих мест, это еще и новый рынок сбыта молока. Это значит новое производство, новые потребности молока и новый рынок сбыта молока для тех, которые выращивают личным подсобным хозяйством молока. Новый ядринский молочный завод заработает в полную силу с 15 июня, после его официального открытия. И уже середина июня на прилавках магазинов республики появится наша корова. У природы нет плохой погоды, если ты вооружен современными сельскохозяйственными технологиями. Батревский луг Севок известен далеко за пределами Чувашии, и высокий спрос должен быть обеспечен соответствующим предложением. Как это удается, глава Чувашии Михаил Игнатьев узнал из первых уст. Летний день год кормит, это каждому известно. Поэтому работать селяне начинают с петухами. Посевная кампания завершилась, теперь самое главное – извлечь максимум пользы из каждого солнечного луча, из каждой дождевой капли. И если солнцем управлять пока не научились, то с дождем стало попроще. Закрома в фермерском хозяйстве Людмилы Красновой с каждым годом увеличиваются. С тех пор, как обзавелись системой капельного рожения, урожай луков Севка стабильный. Кстати, на закупку дорогостоящего оборудования получили субсидию от государства в размере 30%. С финансами проблем нет. Кредиты фермеру дают охотно. Ну, конечно, за наличные деньги такое хранили, что не построишь, вот если кредит не берешь. Вот у меня на сегодняшний день 4 кредита, 3 долгосрочных кредита, технику покупали, трактор покупали, агрегаты покупали. А краткосрочные меня вот в один кредит. Вот, осенью уже погасим это. Тоже в кредиты, тоже под умеренные проценты брал систему капельного рожения Евгений Мартышкин. Это далеко не первый случай использования заемных средств в его фермерской истории. 14 лет назад он начинал с 18 гектаров. Сейчас свеклу, морковь, картофель, зерновые и, конечно, лук-севок выращивают в общей сложности на 100 гектарах. Конечно, в нашей зоне рискованного земледелия у крестьянина много хлопот и переживаний, но современные технологии позволяют чувствовать себя увереннее. Оба фермерских хозяйства практически на семейном подряде. Сами хозяева, дети, ближайшие родственники, наемных рабочих берут только на сезон сбора урожая. Кстати, очень охотно идут студенты и старшие школьники. Зарплата 500 рублей в день их устраивает. Глава Чувашии побывал и в Новоахпердинской общеобразовательной школе. Таких в Чувашии осталось раз-два и обчелся. Бревенчатое здание строилось, конечно, на совесть. Но было это в 1946 году. А с тех пор требования к детским учебным помещениям сильно изменились. Строить кирпичную школу, как того хотят сельчане, имеет смысл, если детей наберется не менее 100 человек. Пока же здесь 70 учеников, а второй этаж закрыт по предписанию пожарных. Глава Чувашии попросил соответствующие ведомства и районные власти еще раз изучить проблему и решить вопрос со строительством здания. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Кто как работает, тот так и отдыхает. К жителям Батревского района эта пословица подходит очень удачно. Накануне там отметили сразу два традиционных праздника Агатуй и Сабантуй. В таком виде праздник отмечают только на Батревской земле, причем 62-й раз. И за все эти годы традицию ни разу не нарушали. Чувашии и татары живут здесь в мире согласия еще со времен Батыра, гласит народное предание. Его потомки тоже наделены богатырской силой. Преимущественно в труде, ведь воевать тут, слава богу, не с кем. В праздник, символизирующий свадьбу земли и плуга, принято подводить итоги дружной работы. Посажено более 2300 гектаров картофеля, засеяно более 13 тысяч гектаров зерновых и зернобоевых культур, 185 гектаров овощей, 755 гектаров сахарной свеклы, 25 кормовой свеклы, 580 гектаров рапса, более 300 гектаров кукурузы и более 2200 гектаров однолетних трав. Приложен весь интеллектуал-специалистов. Вся крестьянская смекалка задействована, все материальные ресурсы для выполнения поставленной задачи. Батревцы неспроста любят и чтут свою землю. Ее плодородие известно не только в Чувашии, но и за пределами республики. На этой земле одинаково хорошо растут и сельскохозяйственные культуры, и таланты. Здоровая экология плюс воля к победе. И вот они, чемпионы. Традиционный способ показать свою силу известен батревцам давно. 11-метровый столб на Солнечной поляне уже пустил корни. Так давно шлифуют его ладони местных батыров. Батревцы с малых лет культивируют не только силу, но и умение направлять ее в мирные русла. Традиционная ярмарочная забава «Карусель» кружилась благодаря стараниям молодых людей. И чувствуется, делали они это с удовольствием. Но самую большую радость всем зрителям от мала до велика доставили бега. Батревский район славится своими рысаками. Здесь разбираются в лошадях и охотно дают им возможность показать себя во всей красе. Независимо, свой ли это скакун, или приехал из другого района, или даже республики. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. Празднуют Акадуи и в Татарстане. Единственный район, в котором отмечают свадьбу плуга и пашни – Доржановский. Гостей на этот раз принимала деревня Матаки. Не успели утихнуть песни и пляски Сабантуя, как начался следующий праздник – Акатуй. В Татарстане третье место по численности занимают чуваши. Всю жизнь бок о бок чуваши и татары всегда понимали друг друга. Ведь истоки-то одни и те же. Праздник земледелия – как подтверждение дружбы. У татарка один праздник Сабанту, у чуваши три праздника. У нас и у Ява, и у Джук. Поэтому в Татарстане надо сказать огромное спасибо и правительству нашей республики. Особое внимание уделяет на культуру чувашского народа. Расшитые вручную костюмы, народные песни и танцы, ремесла и национальные сувениры. Чувашская культура в Татарстане предстала во всем своем многообразии. Это одежда у нас 1930-го года. Чувашская национальная одежда. И одевали прабабушки, еще прабабушки, наши матери. Они сами ткали, сами шили и наручную шили они. Вот такая у них красивая одежда. Это мы одеваем на праздниках, на Сабантуях, где у нас обряды. Мы постоянно выступаем в Казани, на Акатуй, на Сабантуй, Уяв, Нурлат. Вот у нас чувашский коллектив, Сепрель. Я руководитель этого коллектива. И вот мы постоянно туда ездим, в этих костюмах выступаем. Каждый, кто пришел на Акатуй, помнит свои корни и живет в дружбе со своими соседями. Чувашские традиции, культуру перенимают дети. И с удовольствием демонстрируют свои знания. Чем старше становлюсь, тем чаще бываю. Родные места очень тянут они. Даже просыпаешься ночью и про них вспоминаешь. И поэтому каждый знает, что дороже родного места, где ты родился и вырос, ничего нет. Поэтому наш долг, особенно это ощущаешь, когда ты старше становишься, наш долг сделать добрые дела. Где-то прежде всего дать дань как бы за то, что это родине и этой местности, за то, что родила мне эта местность и вырастила. До позднего вечера продолжались народные забавы и спортивные состязания. Гирьевой спорт, национальное кирижу. Чуваши любят помериться с силой. Теперь сев завершен, но нужно вырастить и собрать урожай. А там можно и гуляние продолжить. Чувашский народ умеет работать и праздновать. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика. В Чувашии могут пройти чемпионаты мира по спортивной ходьбе 15, 16, 18 и 20 годов. Такую информацию сообщил президент Всероссийской Федерации по легкой атлетике Валентин Балахничев на встрече с главой Чувашии. Председатель комитета спортивной ходьбы Международной ассоциации легкоатлетических федераций Маурицуо де Милана поддержал предложение российской страны о создании в Чебоксарах международного центра спортивной ходьбы. В минувшие выходные в республику съехались сильнейшие скороходы России. На набережной Чебоксарского залива разыграны комплекты медалей чемпионата России по спортивной ходьбе. В соревнованиях женщин на 20 километров на старт вышли 36 спортсменок основного и молодежного составов. Лина Бекулова, воспитанница Челябинской школы спортивной ходьбы, стала чемпионкой России. Она финишировала с результатом 1 час 28 минуты 42 секунды. Более чем на минуту ей уступила наша Светлана Васильева. Я считаю, что на этой стороне победил сильнейший. Кто был настолько пособен, тот и победил. Я поздравляю девочек. Все молодцы. Бороли с тем последнее. Молодежным зачетом Светлана Васильева стала первой. Еще одна представительница Чуваша, Нина Охотникова, завоевала заслуженную серебряную медаль. Первые эмоции девочки делят со своим тренером. Я считаю, что девочки неплохо прошли. Особенно наша молодежь, которая стала первой. А вторая это Светлана Васильева, Нина Охотникова, которые отобрались на молодежную Европу. Ну, конечно, по женщинам чуть-чуть не получилось, потому что наши основные лидеры, это Пандакова Марина Юманова и Ирина, уже отобраны в предварительный состав для участия на универсиадах. Заслуженные награды спортсменкам вручили глава Чувашии Михаил Игнатьев, президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев и председатель комитета спортивной ходьбы Международной легкоатлетической ассоциации Маурицио де Милана. Далее эстафету взяли мужчины на дистанции 20 километров. Здесь первым стал Андрей Рузавин из Мордовии. Наш земляк Петр Трофимов в острой конкуренции с представителями Мордовии сумел завоевать бронзовую медаль среди мужчин. Завершился чемпионат в воскресенье мужским марафонским заходом на 50 километров. Юрий Андронов смог опередить своих соперников на этой сложной дистанции. Вторым на полтиннике оказался воспитанник Чувашской школы спортивной ходьбы Александр Юргунькин, представляющий также первую команду Москвы. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика. На этом я с вами прощаюсь. А вы еще узнаете о том, где в городе можно стильно и недорого одеться. До свидания, всего доброго. Сеть магазинов улицы Лондона в этом году отметила свое 18-летие. Сегодня улицы Лондона – это пять магазинов во всех районах Чебоксар. В каждом свой изысканный интерьер, неповторимая атмосфера, внимательные продавцы и консультанты, многие из которых работают со дня основания фирмы. И, конечно же, покупатели, среди которых можно встретить и интеллигентную пенсионерку, и экстравагантного студента, и успешного бизнесмена. В честь совершеннолетия состоялся яркий и необычный праздник. На вечеринку были приглашены постоянные покупатели и друзья улиц Лондона. Главным событием праздника стали дефиле. Друзья и сотрудники улиц Лондона выступили в роли моделей и продемонстрировали стильную коллекцию одежды, которую можно купить в сети улиц Лондона. Коллекция «Мы любим лето» вызвала бурный восторг всех зрителей. Лето-Лето-Лето Лето-Лето Подарю тебе я С первого на последнего дня Лето-Лето Мы все с тобой успеем Только люби меня Лето-Лето-Лето В завершение показа улицы Лондона представили изысканные итальянские свадебные платья под самый известный хит про Лондон. Улица Лондона – это увлекательная прогулка в мир оригинальных и неповторимых вещей самых различных стилей и направлений. В этом году улицы Лондона отпраздновали свое совершеннолетие. Вот уже 18 лет мы помогаем жителям нашего города выглядеть ярко, привлекательно и неповторимо. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим постоянным покупателям, которые столько лет уже вместе с нами, а их уже больше 15 тысяч. А тем покупателям, которые давно не были в наших магазинах и которые только собираются это сделать, мы приглашаем прогуляться по улицам Лондона, оценить наши совершеннолетние коллекции, посмотреть наши изменившиеся интерьеры и получить удовольствие от неожиданных находок. Улицы Лондона всегда на пике моды. Найти уникальные бренды по такой доступной цене – это просто здорово. Здесь отличные марки, много дизайнерских вещей, легко отыскать то, что сотворили Армани, Версачи, Дольче и Габана. И очень важно, что такая вещь в единственном экземпляре. Во всех магазинах большое поступление сумок из Италии. Добрать обувь, шарфик к новой сумке и готов летний образ. Здесь одеваются люди творческие, со вкусом, склонные к экспериментам со своим гардеробом. Любители часто совершать покупки без особого ущерба для своего кошелька. К слову о кошельке, здесь есть сумка с тревожной кнопкой. Сумка с сиреной. Ну, этот магазин, эта болезнь, он затягивает. Первый раз пришел, второй раз пришел, а потом уже и в магазинах-то как-то глаз уже ни на что не падает. Я все здесь покупаю. То есть практически вся моя одежда я полностью одеваю здесь. В магазинах улицы Лондона огромный выбор детской, женской и мужской одежды. Аксессуаров, книг на английском языке, всяких интересных мелочей и обуви, притом разного ценового диапазона. Ассортимент в магазинах обновляется ежедневно. Кроме того, периодически проводятся распродажи. И каждый месяц в одном из магазинов скидки до 80%. Улицы Лондона в Чебоксарах ждут всех, кто хочет выглядеть стильно, ярко, по-летнему. Редактор субтитров А.Семкин